Всем привет! Возможно, у вас после просмотра предыдущих серий нашего сериала сложилось ощущение, что с нами в жизни за эти годы ничего хорошего не происходило, что нас окружали только очень плохие люди, которые нас бросили, предали и так далее. Но на самом деле это не так, и мы сняли несколько серий с нашими сотрудниками, которые проработали с нами кто-то прямо с самого начала, кто-то просто много лет. И они расскажут вам свой взгляд на нас, на нашу работу, на, в общем-то, работу в нашей компании. Если вы хотите грязь, скандалы, интриги, расследования, то это точно не эти видео. Вы можете либо перемотать, либо смотреть предыдущие серии, а здесь будет только сплошной позитив. Я сейчас вас хочу познакомить с человеком, который работает с нами уже очень много лет, с 2014 года. И это та самая девочка, которая пришла самая последняя в тот момент, когда Дима разогнал колл-центр, который не хотел соблюдать скрипты. Как раз о ней мы говорили. Сейчас она, наш партнер в Москве и в Казани. Так получилась какая-то, как это сказать, монополистка. Короче. Это Маргарита. И вот она приехала. Сейчас мы пересиживали карантин в Краснодаре. Она жила у родителей в деревне. Потому что в Москве карантин, наверное, вообще страшная вещь, да, переживать, сидя в квартире. Ну да, все стараются быть дома, никуда не выходить, без надобности. Ну и куча там пропусков, режимов, штрафов, поэтому все сидят дома. Ну и я хочу спросить у Маргариты, как там оно было, как эти ощущения? Уже, по-моему, тогда были групповые вот эти собеседования, да? То есть как это выглядело со стороны, воспоминания какие-то, может, остались? Вообще, как ты пришла? Почему пришла? И что ты испытала в момент, когда взяли и всех уволили в колл-центре? И тебя собирались, да? Как бы ты могла попасть под одну гребенку вместе со всеми, потому что там, как бы сказали, весь коллектив не согласен. А я помню, ой, 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 только пришла, я еще не очень понимаю, о чем речь, я не то чтобы не согласна. С чем соглашаться? Да, да, да. Ну как оно было? Ну да, в 2014 году я пришла. Это был как раз весна, я заканчивала университет и уже работала. Решила я поменять свою сферу деятельности, связанную это было с тем, что я работала в НИИ биотехнологии, надо называть название. Да, можно. Я работала в университете, в научной лаборатории. Работала я там, потому что я защищала магистрскую степень и мне это надо было для своей работы, в принципе. Вот, я ее защитила, продолжала пока что работать, но стал вопрос о совместном проживании с моим будущим мужем, а зарплата у меня была 7000 рублей. Вот. Ну и, соответственно, я поняла, что нужно что-то с этим делать и начала рассматривать другие варианты вообще работы. Так как мы жили, в принципе, здесь на юбилейном, начала рассматривать в первую очередь поближе к дому, да, чтобы было удобно добираться. Вот. Рассмотрели пару вариантов, которые были мне, честно говоря, не очень близки. Все это было связано с какой-то косметикой, ну, куда после университета можно было устроиться, тем более моя специализация, она не позволяла мне работать по специальности. То есть, у нас мало предприятий, где я могла бы работать после университета. Вот. И наткнулась на эту работу. Ну, опять же, когда ты ищешь работу, тебя первое, что привлекает, это уровень заработной платы. И тогда это была вакансия оператора колл-центра. Заработная плата стояла то ли 40, то ли 30 тысяч. Ну, что это такое? Очень-очень высокая зарплата, особенно после моей семьи. Вот. И мы просматривали вакансии с Сашей. Сашей, ну, мой муж, он работал торговым представителем, он, в принципе, неплохо зарабатывал, но как бы я же тоже должна же. Вот. Мы просматривали вакансии с ним, он говорит, ну, пойди сходи, тем более тут вот рядом, пешком, пойди сходи. Я говорю, да нет, что там оператор колл-центра, по-любому, что-то втюхивать надо будет, не пойду. Дышали. Да. Да, тогда как раз вот эти наплывы были, дышали и прочие. Косметики. В общем, он меня заставил, он говорит, я тебя отвезу. В итоге мы поехали, я собралась на собеседование. Как на собеседование ходят? Там же в платье, на каблуках, тут локоны накручены. Оператором колл-центра, да? Ну, я же на собеседование. Вот. Я прихожу, для меня было неожиданно, конечно, что это групповое собеседование, тем более после того, как я работаю в такой более-менее серьезной структуре, где там все официально, все так, преподаватели такие. Вот. И тут я прихожу, тут групповое собеседование, никакой формальности особо нет, все так легко, просто. Заходит Дима в кроксах, с собакой, с багиром, в шлепках на велике. Вот. И тут я уже поняла, что можно снять свои каблуки. Вот. Ну, нормально. В общем, как-то все спокойно. Конечно, вот эти все вопросы, когда ты приходишь и думаешь, ты пришел на собеседование, ты должен быть серьезен. Вот. А тут начинаются вопросы, типа, там, земля вокруг солнца, солнце вокруг земли и так далее. И ты уже думаешь, может быть, где-то здесь есть подвох. Я же еще волнуюсь. Я, там, чуть ли не первый раз пришла на собеседование. Вот. Ну, я прошла первый этап собеседования. Там люди вылетали просто со скоростью света, да, из кабинета. Я сидела в шоке и думала, вообще, как такое может быть? Это же все элементарно. Я даже помню свой вопрос от Димы. Он мне спрашивал, там же потом вопросы по специализации. Он мне спросил, что такое агар-агар. Ну, я, естественно, рассказала. Вот. В общем... А вдруг ты диплом купила, да? Вот. И, в общем, мы прошли первый этап собеседования. Мне дали скрипты. Сказали, выучи скрипты, что мне позвонят. Я все должна буду рассказать по этим скриптам. Мне звонит, не помню, то ли Настя, то ли Олег даже, по-моему, даже мне звонил. В общем, кто-то мне звонит из сотрудников. Я рассказываю все эти скрипты. Сама, сидя дома, учая эти скрипты, говорю, Саша, говорю, да нет, я, наверное, не пойду. Ну, это не мое. Ну, что, ну, звонить? Ну, что я там буду звонить? Ну, продавать что-то. Да нет, это же вообще не мое. Типа, я вернусь обратно в свою лабораторию за 7 тысяч рублей. Как здорово было. Ну, он меня уговаривает, говорит, все будет в порядке, давай учи. Я ему эти скрипты рассказывала. То есть, ты готовилась реально? То есть, я, ну, у меня привычка ко всему готовится серьезно, потому что, ну, я же училась в университете, я сдавала эти госы, я защищала эту магистрскую работу. То есть, ну, это у меня в крови. Вот, поэтому издала я скрипты. Потом мне звонит опять же HR-манджер, говорит, Маргарита, приходите к нам на стажировку. Я пришла на стажировку, там было то ли один, то ли два человека, я не помню, которые сразу начали глушить, что тут все плохо. Тут все очень плохо. Да нас сейчас уволят. Да тут зарплата меньше, чем штрафы. Да мы здесь вообще ничего не зарабатываем. Ну, как бы у меня в голове, естественно, это все не укладывалось. Да? Потому что, ну, а что вы сидите, если вам ничего не платят? Ну, странно. Верно же, ей зачем сидеть. Тем более, мне же обещали 40 тысяч. Ничего себе. После моих семи это вообще. Ну, ладно, попробуй, потому что мне особо торопиться некуда. Вариантов у меня других нет. Скрипты я выучила, уже можно и попробовать. Вот. Но меня почему-то очень долго не выпускали на линию. Не помню даже причин. Ну, вот. Хотя скрипты я все знала. И, причем, мое наблюдение было такое, что я, будучи стажером, я знаю скриптов больше и лучше, чем оператор, который… На линии. На линии, да. То есть я потом спрашиваю, почему ты не так говоришь, а так. То есть, ну, мне же интересно, я уже пытаюсь разобраться. Да, тут, как ты не скажешь, тут все будет плохо, тут штрафуют, типа тут ничего нельзя. Вот. Ну, такого плана. В общем, потом весь этот коллектив, по-моему, там одна девочка ушла в декрет. Да. Это кстати. А все остальные были уволены. Или там… Ну, как так получилось, что я сама работала. И я понимаю, что там, ну, баток звонков уже начал быть большим. Вот. И я одна. И я понимаю, что я не вывожу. Еще такая ситуация. То есть у нас же, получается, тут был… операторы колл-центра сидели, а в соседнем кабинете там сидел Олег с Настей, и там проводились собеседования. То есть, получается, я работаю, я как бы наблюдаю, что ни одного собеседования не проводится. А я там работаю, там, ну, неделю, грубо говоря, без выходных, и я понимаю, что вообще ничего не происходит. Что происходит? А что это за история? Я сейчас не в курсе. Ну, вот, когда я сама работала, наверное, дней десять без выходных. А что это за история? Да, а почему собеседование не проводили? Потому что не было людей. А, искали просто этот момент. Это были майские праздники как раз. Это было вот где-то с конца апреля. Вот все майские праздники я проработала сама тоже. Я звонила Диме, я говорила, Дима, по-моему, я хочу уволиться. А, я подошла к Олегу, Олег говорит, звони Диме. Ну, видимо, ну, может быть, не стали на себя брать такую ответственность, потому что один оператор, и, соответственно, я сейчас могу уйти в любой момент. Он говорит, звони Диме. И Дима мне что-то сказал, типа, ну, там, отработаем, мы с тобой рассчитаемся, сейчас оператора найдем, другого, и все будет в порядке. Вот. Вот. Но потом почему-то я втянулась, видимо, все эти 10 дней без выходных дали о себе знать. Вот. И я втянулась, мне даже понравилось. Причем меня слушали. Кто-то прослушал мои звонки и говорил, что у меня нет штрафов, и все нормально. Если ты сейчас уволишься, то, в принципе, ты получишь нормальный расчет. Но, в принципе, зачем тебе увольняться, если у тебя нет штрафов? Вот то, что тебе обещали, тебе это заплатят. И на семейном совете было принято, что я еще останусь и поработаю, потому что, ну, зарплата обещанная, ну, меня все-таки удерживало, потому что хотелось жить на квартире с любимым человеком. То есть, как бы, такой стимул был. Потом, потом было пару стажеров, я стажер, стажировала стажеров. Это было очень смешно, но, тем не менее, приходили девочки и уходили, тоже никто почему-то, ну, не задерживался, ну, там на пару дней буквально. И потом пришла Маша Назарова, мне кажется. Да? Да. Маша Назарова – это наш директор по продажам. Она прошла тоже от обычного оператора, вообще новичка в колл-центре и повысилась. Более того, она уходила в декрет, она уходила на какую-то другую работу, потом сказала, у вас так хорошо, я хочу вернуться. Я помню этот момент. И сейчас она работает тоже до сих пор с нами. То есть, ну, практически, получается, столько же лет с 2014. Да, мы с ней вместе пришли практически, вот мы, она отстажировалась, мы переехали уже в студию сюда. Я еще помню, кстати, до того, как ту всю толпу уволили, когда мы камеру включаем, смотрим. Гудим, посмотри, я звоню на горячую линию на школл-центр, они должны взять трубку, а они просто сидят вот так на стуле откачаются и не берут трубку. Я говорю, это как вообще? И это был просто вообще… Ну, и эти люди говорили, что штрафы, сплошные штрафы. То есть, ну да, их вообще надо было уволить с доплаты еще, я не знаю, это жесть. Они сливали просто нам и клиентов, и звонки, и как бы, ну, деньги, получается, в итоге. То есть, если хочешь работать, работа вот она, бери не хочу. Правильно? Ну да, то есть тебя устрашали, что все плохо, тут штрафы. На самом деле, вообще этого не оказалось. Просто нужно было выполнять свою работу и разговаривать по скриптам, с учетом того, что я не разговаривала без скриптов. То есть, я пришла, мне дали скрипты и сказали, по ним тебе нужно разговаривать. То есть, это все было элементарно. Кстати, сейчас она рассказывает эту историю, а видео про колл-центр, мы сняли до нее, она его даже еще не видела, оно еще не отмонтировано, и она рассказывает свою точку зрения, как человек, который пришел туда, где весь остальной коллектив, там их было 6 или 7, по-моему, человек, сказали, это невозможно. А она пришла и выучила, все рассказывает, все нормально, все возможно, штрафов нет. Короче, у всех свои реальности, кому-то невозможно, кому-то вообще спокойно. Ну и это такой длинный рассказ, как она вообще, в принципе, пришла, но у нас же была еще длинная история, в принципе, всех этих лет. И Маргарита работала у нас и директором, и даже больше того, один раз ее Дима уволил, а я ее отстояла и вернула. Расскажи, из чего. Да, ну, получается, я работала оператором колл-центра, на мне были все стажеры, все проходили через, потом уже через нас с Машей, то есть уже установился какой-то свой колл-центр, уже были полноценные смены, то есть уже не было текучки такой, да, никто не уходил, никто не говорил, что это невозможно, все работали, все были довольны, потому что была хорошая зарплата. Ты помнишь, там у нас премии были, два месяца отработал, тебе премии в таком же размере, то есть все сидели как бы нормально, всем все нравилось. Потом, после того, как уже установился этот штат наш колл-центр, меня перевели на должность HR-менеджера, то есть я немного поработала в этой должности, тоже набирала и мастеров, и колл-центр, и какой-то управляющий персонал, Диме помощников я, по-моему, тоже искала несколько раз, вот, ну и после этого меня уже перевели на должность директора, то есть HR там было, наверное, может полгода где-то. Директор студии? Директор студии Краснодара, да, этой студии. Это все мои эти перетрубации, я все время кого-то куда-то предлагала, ротировала, там, а давай этого туда, а давай Марго в Казань, что давай Москву ее переведем? Да, да, так что всей моей карьеры я обязана тебе. А как тебе пришла идея мастером стать? Вообще, у меня идея мастера, ну, как бы возникала иногда, но это были такие какие-то временные помутнения, наверное, потому что, ну, прикольно, что там. Они очень много зарабатывали, порисовать. Ты же зарплаты считала, помнишь? Да, плюс зарплата хорошая, да, конечно, тем более моя любимая сильная сторона разговорчивости. Вот, в общем, да, мне это было интересно, но я никогда это всерьез не рассматривала, потому что я знаю, что всегда отбирали девочек это или были медики, или художники. Помнишь, еще тогда активно прям медиков сначала набирали, потом уже художников стали рассматривать, потом уже и какие-то смежные специальности пошли. А у меня была только художественная школа, и получается, у меня не было ничего, поэтому я как, и медицинского тоже, поэтому как-то особо это никогда не рассматривала всерьез. Но такое, небольшое желание было. У меня возникло желание, я не помню, кто, наверное, тогда Ира открывала Новороссийск, потом Аня уже планировала открывать Питер. Я тебе предложила. И я, по-моему, да, вот у нас был разговор такой, что вот, ну, уже вроде столько всего я прошла, уже интереснее было бы развиваться дальше. И города конкретно мы не обсуждали. По-моему, это вообще был то ли Сочи, то ли что-то вот здесь, недалеко. То есть, какой Сочи? Вот, и ты тут зарядила сказание. Я позвонила Саше, он сказал, а что не в Магадан? Я думаю, ну, все, на корню просто зарубил все мои идеи. Я пришла домой, мы с ним поговорили. А он уже чемодан собирает, да? Не, он перезвонил, наверное, минут через 10, говорит, ну, ладно, придешь домой поговорим. Вот, и мы поговорили. Мы решили, что почему бы и не попробовать. Тем более, столько лет ты здесь работаешь, наверное, ты уже все знаешь изнутри. Будет несложно открыться, такую же студию запустить. Вот, и, в принципе, в 2016 году мы поехали. Да. И, кстати, у вас я работаю не с 2014, наверное. А с какой? Я не знаю, может быть, с 2013, наверное. Даже раньше? Да, потому что я работала больше, чем два года здесь. А получается, если в 2014, я тут два года, что ли, проработала? Мне кажется, я в Колце Андре только работала дольше. Не говори, это какая-то была вещь. И тогда расскажи заодно, как ты открывала Казань, как вы с мужем открывали, и как вы оказались в Москве в итоге? Ну, вкратце. Ну, получается, 2016 год, это была осень, там, октябрь, по-моему, мы запустили. В сентябре мы едем в Казань. Сложили все свои вещи в одну машину и поехали на машине в Казань. Вот. Мы особо какие-то сложности не встретили. Было много вопросов, было много чего-то непонятного, каких-то моментов. Но это было все связано, наверное, с, ну, может быть, с какими-то пробелами в наших знаниях. Ну, и плюс другой немножко колорит. А, просто регион. Другой. Да, другой регион. И ты понимаешь, что тут все по-другому. То есть, что нравится нам, не нравится, например, этим людям. Что ты считаешь нормой, они этой нормой не считают. Допустим, там, как вы нас помните, ну, наверное, до сих пор, да, в Краснодаре, вот, на втором этаже, там, кушетки стоят рядышком с друг дружкой. Ну, там, в одном кабинете, грубо говоря, четыре кушетки. У нас было в одном кабинете три кушетки. Они заходили, говорили, а что мы будем лежать тут рядом с кем-то. То есть, там же татары, они более скромные такие. Там очень много кто приходил и в одежде национальной, там, в чадрах, в чадре и так далее. То есть, ну, и, соответственно, для них было странно, что помещение такое. То есть, мы уже, когда начали работать, переваривать все эти ошибки, мы понимали, что следующее помещение, если мы туда перейдем, должно быть кабинетного типа. То есть, ну, вот такие вот мелочи, которые были. Например, приходили девушки, которые не знали или делали вид, что не знают русского языка. А у нас были мастера только девочки русские практически. У нас не было татарок. У нас никто не знал татарский язык. И, соответственно, была проблема коммуникации какой-то. Ну, потом выяснялось, что все равно они нас понимают, и они могут что-то сказать. Но вот в приоритете всегда стоял их язык, их особенность, их национальность. Поэтому вот было немножко сложно. Но это было первое время. Наверное, где-то может быть полгода, пока мы не привыкли к этому всему. И это не стало вообще нормой. Потому что мы приехали в другой регион. Естественно, там свои особенности и какие-то требования мы свои не можем выдвигать. Скажи что-нибудь на татарском. Хайр ли и рта? Ух ты, не растерялась. А что я сказала-то? Доброе утро. Ладно. Получается, мы проработали в Казани почти три года. И как раз вот практически три года прошло. И Лена, значит, сообщает, а не хотите ли вы в Москву? Тогда, конечно, тоже мы немножко стрессанули. И думали, с чем это может быть связано. Грубо говоря, в чем подвох? Что там не так? А что не в Хабаровске? А может, все-таки Магадан? Москва. Это, как всегда, мы уже рассказывали про нее много. Сложный город. И там надо находиться часто. Клиенты более сложные. Цены более высокие. Мастера более капризные. Текучка все равно оставалась. То есть, у нас там в регионах, допустим, довольно стабильные коллективы со временем стали. То есть, они годами работали. По два, по полтора, по три года люди работали. А в Москве текучка продолжалась. Их надо было постоянно учить. То есть, вот я ездила. Был период, когда я реально каждую неделю моталась в Москву и поняла, что я не хочу. Я не люблю жить в самолетах. В самолеты я люблю только, если я еду отдыхать и все. А если это по работе, раз в неделю, нет, мне не нравится. А если меня там нету, я такая перестала месяц ездить. Начались проблемы. Там то, сё, не соблюдается. Короче, хозяина на месте нету, не работает. И мне пришла в голову идея вообще совершенно вот так с потолка. Я говорю, Марго! Я такая, думаешь, легкая на подъем. Что там стоит? Каждый раз из Казани перевалочный пункт в Москву перед тем, как родителям поехать. Да? Нет? Нет. Мимоходом. Я так думала и подумала, что вам будет удобно. Заезжай. И я предложила Маргарите Москву. Это вот случилось недавно. Они приехали, навели порядок. Московский филиал открыт полностью за наши деньги. Там не было партнёра. Мы его открыли после того, как вот этот вот произошёл у нас, не знаю, как это, бунт на корабле, когда нас кинули наши предыдущие партнёры. Как бы Москва стратегически важный город, потому что у нас очень обучение из-за границы налажено стабильно. И мастерам всё-таки проще ехать в Москву и курсы в ВИП, допустим, мне везти в Москве проще. Потому что обычно там американцы летят какая-нибудь Оклахома, там Нью-Йорк условный, Нью-Йорк – Москва, и потом Москва-Краснодар. И они приезжают и просто для них это стресс дичайший, потому что здесь медведи ходят по улицам и кинжал в зубах у всех. А Москва всё-таки это столица, им было не стрессово туда ехать. И как бы для меня было важно, чтобы филиал продолжал функционировать, если я захочу учить, в ВИП-адвансе проводить курсы, и как бы трафик студентов поддерживать, всё-таки там удобней. И да, а хозяина на месте нету. И я предложила Маргарите, хоть мы и открывались полностью за свой счёт, просто я ей предложила приехать и там работать, ничего не платить. Я такая, а не хочешь ли ты филиал, да? Ну, конечно, там надо было много работать, надо было навести порядок в коллективе. Потому что именно в этот момент ушло несколько очень опытных, долго работающих мастеров. И надо было заново слепить костяк. Потому что, ну, они умеют всё делать, вроде работают правильно, да? Но прям сильных не было мастеров. Что ты испытывала, когда предложение это тебе упало? Я помню, я написала смс-ку, думаю, интересно, мне интересно. Причём мы переписывались вообще на другие темы, там что-то, Лена спрашивала, как у вас дела в Казани, там есть ли школа, и тут раз, и, а давай в Москву. И просто у меня такой стресс, я думаю, что, куда, зачем Москву? Вот. Ну, понятно, что это было неожиданно, абсолютно неожиданно. Это смешанное чувство волнения, радости какой-то. Понятно, что тебе хочется расти и развиваться. И тут тебе поступает такое предложение. Потому что, ну, в Казани мы уже, ну, как бы всё, что могли сделали, мы просто поддерживали. То есть мы работали в своём каком-то режиме, а это какой-то новый вызов. И плюс тебе сообщают о том, что тебе этот филиал достается бесплатно, да? Без каких-то взносов, без каких-то условий, без каких-то подводных камней и так далее. Вот. И когда я об этом сообщаю мужу, да, Саше, он, у него сразу первый вопрос. В чём подвох? Это же Москва. Да, да. В чём подвох? Зачем? Как? Почему бесплатно? То есть, ну, никто просто не ожидал такого. Потому что, ну, мне кажется, такого просто не бывает, чтобы тебе что-то дали бесплатно. Всегда нужно это заработать. А тут раз, и тебе просто… И такая Марго поворачивается, там, почки нет. А там билеты в Москву уже. И я подхожу, говорю, ну, что будем делать? А у нас, ну, маленький ребёнок. Я недавно только вышла с декрета, начала работать более-менее стабильно. И что будем делать вообще? И мы потом с ним обсуждали, что на самом деле, вот, что он принял решение там в одну секунду, что я приняла решение в одну секунду, что мы едем, но друг к другу, типа, а как будем поступать? А что будем делать? А ты как считаешь? А ты как считаешь? Ну, давай взвесимся за и против. Ну, типа такого. Хотя уже, вот что у меня в голове уже было всё решено, что у него было в голове всё решено. Просто, видимо, ну, мы понимали, что это может быть импульсивно, и нужно всё разобрать. Вот. Но на самом деле мы очень были рады, и мы ни разу не пожалели о том, что мы туда переехали. Несмотря на то, что сейчас какой-то сложный промежуток времени, да, вот эти два месяца, которые мы не работаем, нас обязали платить зарплату сотрудникам, нас обязали выплачивать аренду, да, потому что наш арендодатель ну, не совсем пошёл нам на встречу и не сделал нам те условия, на которые мы вообще, в принципе, рассчитывали. Но я всё-таки себя успокаиваю тем, что это всё временно, что это всё пройдёт, что всё нормализуется, и всё будет отлично. То есть, в принципе, да, потому что нам очень понравилось. Вот как же, как говорят же, что вот ты должен приехать в Москву и понять, нравится тебе, не нравится. Вот первое твое впечатление, вот как будет, так и будет. Вот мы приехали, нам сразу понравилось. Даже после Казани, кто бы не говорил, что Казань там самый красивый город. Да, Казань красивый город, но когда ты приезжаешь в Москву, ты как-то по-другому себя не чувствуешь. Вот. И мы приехали, нам было комфортно. Никто там не блуждал по метро, никто нигде не заблудился. Всё предельно понятно. Нам сразу всё понравилось. Нам понравилась очень сильно студия, потому что ты приходишь, там всё готово. Вот ты смотришь и думаешь, а что сделать? Ну, ладно, лампочку здесь поменяю. Вот. Ну, вот такая вот мелочь, которая вот прям совсем мелочь. Вот. Мастера есть, администратор есть, полностью укомплектованная студия, штат, расходники. То есть, вот я ещё думала, что бы купить? А купить-то и нечего, всё есть. Ну вот, даже кофемашины. Мы тоже вспоминали, как это было, потому что эта идея мне пришла в голову, и она была какая-то дурацкая. Я такая, я думаю, сейчас скажи ему, он скажет, что дурац, что ли? Скажу тебе, а ты скажешь, ты что, Москва? Короче. Ну, я думаю, я не могу не сказать. И сказала, а он сразу сказал, точно, вообще классная идея. Да. И ты согласилась. Ну и вот всё. Всем привет. Мы продолжаем знакомить вас с сотрудниками компании, которая работает в нашей компании уже очень давно. И одна из этих сотрудник это Кристина, которая пришла на позицию администратора, но потом её трубой засосала прямо сейчас. Она занимается тем, она главная по пигментам. То есть, это человек, который отвечает за производство пигментов в NE Pigments. Крис, расскажи, пожалуйста, когда ты к нам пришла? Я не помню лично. Это было 2 февраля. Я даже помню, почему-то этот день запомнился. Я пришла на собеседование, было очень много человек, как обычно, вопросы. Да, да, да. Я ушла уже, всё расстроилась, думаю, ну всё, я была студентом. И буквально через полчаса ещё не дошла до общежития, мне раздаётся звонок, что у меня там в вопросах какая-то есть ошибка, но ты приходи завтра на стажировку. И я такой понимаю, что это круто. Меня собеседовала Марго. Марго? Да. Да, да. И какой год это был? Это был… так, это было 4 года назад, значит. Сейчас Кристина обберёт телефон, который она получила в качестве премии. Это айфон… Одиннадцать. Одиннадцать. Первая премия, первая работа, первая премия. Такая премия бывает в НЕ Пигментс. Так вот, ты пришла в каком году? В шестнадцатом. В шестнадцатом? Ты работаешь в 16-4 года. Да. Расскажи, пожалуйста, получается, что ты знакома практически со всеми была партнёрами, которые у нас были. Это Марго, это Старшинова, это Куцеволова. Да. Ты всех их знаешь. Ну, я, то есть, пришла в тот коллектив, как раз, где была Куцеволова, Пунько. Ну, то есть, вот весь этот перечень был и на этот коллектив был. Во-первых, я хочу тебе сказать спасибо за то, что ты с нами осталась. У тебя было много возможностей уйти, но… и у меня второй вопрос. А почему ты с нами? Да. Ведь многие считают нас, как сказать, жестокими, неоправданно. Там, мы штрафуем людей за скрипты, насилие над личностью происходит в коллективе. Мне хотелось бы, чтобы ты сказала объективную оценку, как есть. То есть, были у тебя желания уходить? Когда были желания уходить? Почему осталось? Почему выбрало нас? И почему, в общем-то, продолжаешь с нами работать? Ну, вот совсем, когда уже понимаешь, что уже 4 года, там, пятый год, да? И начинаешь задумываться, что это моя первая работа. Кто знал, да? Что, когда я приду, переступлю этот порог, я останусь здесь настолько надолго. То есть, у меня никогда, я никогда не хотела уволиться, там, еще по каким-то причинам. Я всегда шла на работу с желанием. Ну, вот не было такого дня, чтобы я пришла и сказала, все, я завтра не приду, например. Да? И, то есть, мне хочется работать. И для меня вообще, я вот потом задумываюсь уже сейчас, что для меня, для студента, тот карьерный рост, который я прошла, все, что я смогла, чему я смогла научиться вообще. Какой карьерный рост ты прошла, скажи? Я была администратором, проработав 25 дней сразу, без выходных практически. Это у меня был такой первый месяц. Вот. Затем я стала старшим администратором, затем я начала заниматься пигментами. То есть, и это настолько быстро. А самое важное, что буквально через полгода, Дима, ты, когда я отработала полгода, ты мне предложил стать директором студии. И что ты сказала? И я сказала, нет. Я вижу людей. У меня есть способность, я не кичусь ей, но она есть. Я, в общем-то, хорошо, достаточно быстро цепляю главные качества в людях. И я увидел в Кристине большой потенциал. То есть, она очень трудолюбивая. Она честная, она лояльная. Она человек неглупый. То есть, человек, который может. И она растущая постоянно. Она пришла к нам студентам. Я предложил ей должность директора, и она отказалась. Я офигел. Я разочаровался тогда в тебе. Думаю, да как это. Ну, я, естественно, сама офигела то, что мне такое предлагают. Мы, в смысле, знакомы буквально. Даже, наверное, полгода не было. Наверное, месяца три-четыре. Вот так вот прошло. И я такая сижу, я понимаю, что я там студент. Вообще, я пришла там работать за копеечки. Идут у меня сразу директор. И еще повышение. И то, и то, и то. То есть, для меня это было вообще статистически. Окей. Кристина – это тот человек, который как раз таки на складе. Вот склад здесь находится за стеной. Смешивала пигменты. Мешала карандашиком. Чем ты мешала? А там не нужно было. То есть, смешивала все в тару и… В тару. Примерно так разливается сейчас большинство пигментов. Других компаний, да. В итоге Крис перешла на… Она технолог. Она всегда хотела развиваться именно как технолог. И то, что сейчас пигменты, NE Pigments такие, какие они есть, во многом заслуга Кристины. Потому что с самого начала она отвечает за то, как их миксовать, как их смешивать. Причем с самого начала, когда мы даже их не продавали всем желающим. Пигменты продавались только… Только тот, кто прошел обучение. Тот, кто прошел очное обучение в нашей школе. Соответственно, те, кто не прошел, мы говорили, извините, мы вам не продаем. И с этого момента Кристина уже мешала. Она обладала всеми миксами. Кстати, знаешь, вопрос. Как часто, я не слежу, я не в теме. Как часто менялись миксы? Мы тестировали… Нет. Сначала была такая запрограммированная у нас Лена технология. А потом мы начали тестировать новые. И приходилось очень часто делать новые пигменты на тест, соответственно, чтобы отрабатывать на моделях. Потом утверждалась эта технология. Потом снова что-то менялось. Ну, то есть, нужно было поработать, конечно, и попробовать все. Окей. Ты сейчас вообще к студии имеешь посредственное отношение. Ты можешь прийти сюда с девчонками, там, можешь поболтать, да? Помещение, где производится НЕ Пигментс находится. Мы тоже там обязательно снимем. Оно находится буквально в 300 метрах. И Крис самое главное. То есть, если вы заказываете пигменты, а наши пигменты, Кристина, самые лучшие на рынке, как ты считаешь? Да. О, посмотрите в эти честные глаза. Ну, то есть, я это говорю открыто, потому что негативного какого-то там отзыва напрямую, сколько я разговаривала и была менеджером, технологом, да, и все. Я не услышала. Чтобы позвонил человек и сказал, что вот у меня там получилось говно. Ну, то есть, вот так. Да. И так сложилось, что Кристина действительно была технологом. Ты пищевого производства? Да, я пищевик. Я пришла, когда сюда работать, поступила в магистратуру уже на тот момент. Скажи, пожалуйста, а что в пигментах, что вот в той работе, которую ты делаешь, тебе нравится больше всего? Да, в принципе, мне все нравится. Я каждый момент какое-то делаю, и я понимаю, что вот круто, вот круто. Ну, если сравнивать технологический процесс с технологический процесс, это что? Получение какого-то микса, правильно? Вот, то, соответственно, от получения микса, ну, от загрузки всех компонентов и до выхода, когда ты смотришь у жены этикетку крутую и ставишь ее на полочку. Короче, тебе нравится все. Да, технологический процесс. Ты за что получила айфон? Расскажи. Тут жена сидит моя. Это же я подарил тебе айфон. А ты знаешь, что она подарила? Какая-то красотка, получила телефон от моего мужа. Алина еще знала, что я получила айфон? Да, конечно, знала. А, потом скажут, что нет. Это что было? Это премия за отличные продажи за месяц. За выполнение плана. Да. Выполнишь план, получишь айфон. Все, человек, она сейчас выполняет функцию всех. То есть, она и делает пигменты, и обрабатывает заявки, и отправляет заказы. Прямо сейчас мы ее выдернули, она должна была отправлять вам заказы. То, что у вас нет негатива по заказам, то, что вы получаете у вас все хорошо, то, что у вас прекрасные пигменты, во многом это заслуга именно Кристины. Крис, спасибо тебе большое. Спасибо, что я у вас работаю. Все, на пасрану. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok